МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на всё найти время и как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Со своими мечтами, желаниями, семьёй, мужем, детьми? Хватает ли сил и времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Счастлива ли она? И какова эта формула счастья? Мало кто задумывается, что для каждой женщины существует своя формула счастья. А в чём она заключается? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё. Находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порой наша жизнь похожа на бурлящую реку. Иногда это ровный путь с небольшими преградами. А порой это крутой подъём, который каждый должен преодолеть. Как живётся современной женщине и как она справляется с этими моментами, смотрите в программе «Леди в деле». Прицел фотоаппарата, яркий кадр и фото готово. Да не просто красивая картинка, мини-шедевр, даже без ретуши. Это работы женщины, которые не просто любят фотографировать, а воплощают в фотографиях самые заветные мечты. А о чём мечтает сама Яна Булаш? О, отлично. Мечта о крепкой семье, верных друзьях и, конечно, о самореализации. Это так естественно кажется, но порой именно это достается непросто. Яне Булаш мечты пришлось отвоёвывать у жизненных обстоятельств. Судьба её могла быть совсем другой. Перспективы в жизни были весьма туманны. Нелёгкое взросление, сложный период в стране, разрушающаяся жизнь родителей – всё наложило отпечаток на девочку, её характер и последующую жизнь. До шести лет я жила как принцесса. Мы жили в Бобруське, в Звёздном городке. У меня был отец военный. Я была папиной дочкой. Меня охолили или леяли. То есть у меня до шести лет было детство просто замечательное. И как бы, наверное, у ребёнка до пяти лет закладывается всё. И поэтому я стремилась тоже к такому. У меня такие воспоминания тёплые были до шести лет. Вот этот был уют. У меня мама была больше домохозяйкой и вязала. И получалось, вот встречала папу, гуляли вместе в парках. Папа очень часто меня на аэродром брал, по самолётикам лазить. Мы в шесть лет уехали с Бобруська. И отца направили служить. Либо в Германию ему предложили, либо сюда. Он сюда переехал. То есть где родился, как говорится, где родился, там пригодился. И в школу я уже пошла во Фрязино, там же, где родилась. Ощутила очень сильно, потому что отцу, как сейчас помню, до третьего моего класса года три не платили зарплату. Но очень тяжёлое было время. Училась я, очень была трудным ребёнком. Я не понимала, почему я из принцесс превратилась в обычную девочку. Не то, что даже в какую-то пацанку никому не нужно. Потому что у родителей, соответственно, появились какие-то дела. Им надо было на что-то нас кормить. То есть внимание, которое было, его уже... Всё, внимание ушло. И меня периодически отправляли к бабушке жать в город. Так я жила с родителями в доме. Ну, периодически к бабушке. Соответственно, учиться я не хотела, потому что уже начались какие-то скандалы дома. Потому что нехватка денег в стране, соответственно, кризис. Трудности в семье, проблемы в школе. Тогда Яна осталась один на один с собой и внутренними проблемами. Однако всё же нашла в себе силы получить образование. Я закончила один из классов и поступила в химический. Работать по специальности не стала. Тогда на руках уже был ребёнок. А работу, которую предложили, отнимала всё время. Яна вышла замуж довольно рано, в 17 лет. Однако брак распался. Как говорит она сама, из-за недопонимания и разных взглядов на жизнь. Типичная формулировка при современных разводах. Это связано больше с его мамой, которая, к сожалению, умерла. И вся забота, гиперопека моего мужа перешла на меня. И я просто вот эту гиперопеку, соответственно, не выдержала. Потому что я начала заниматься фотографией. Пережить трудный развод Яне помогло увлечение фотографией. Вообще, как я понимаю, из разговоров с героинями «Леди в деле» в ситуации расставаний нужно найти какое-то занятие или увлечение. И это не всегда походы на свидание, лишь тем более поиск новых отношений. А дело, собственно, в увлечении, которое отвлекает от навалившихся проблем и которое впоследствии может стать делом жизни и профессии. У нас были, как это называется, покатушки на больших машинах. У нас была Нива красного цвета, как сейчас помню, на 29-х колесах. Соответственно, мы по лесам, по болотам, а там надо точки брать и фотографировать. И меня пару фотографов заметили. Типа, я, ну смотри. И московская девочка Наталья дала мне в руки свой же фотоаппарат, нашла мне фотошколу и отправила меня туда. Потому что, когда она мне дала фотоаппарат, боже, это что? Куда тыкать надо? Она все научится. Даже когда я в фотошколе училась, я просто хотела для себя, чтобы понимать, как... Выстраивать кадр. Ну, даже не выстраивать, как пользоваться этой техникой. Через объектив к индивидуальности. Фотохудожник – это не просто профессия, ее дело жизни. Она могла бы работать кем-то другим, но вот быть не собой – вряд ли. Женщина с озорным и дерзким желанием добиться успеха в профессии, которой сегодня занимаются, кстати, многие. Но для кого-то это просто хобби. Но для Яны – не просто увлечение, это осознанный выбор, ее мечта, которая всегда с ней. Ее фото-выставки, генетическая память, театрариум, реконструкции привлекли внимание своей необычной задумкой. Художественное видение, своеобразная обработка и, конечно, сам подход к фотосъемке отличает Яну. Композицию, ну, честно сказать, толком, да, я была какие-то уроки, но я толком не изучала ее, прямо так досконально, как в художественной школе. У меня ребенок учился в художественной школе немного и сам рисует. И вот он у меня больше математик такой, вычислитель, а я по взгляду. И вот он мне тут мои фотографии как раз недели две назад анализировал. И говорит, мама, смотри, какие у тебя фотографии. Говорит, 90 фотографий из 100 ты делаешь правильно по закону третей и правильных композиций. И вот мне это показывают на примере, господи, замороченный ребенок. Счастье материнства она называет особым подарком. Сыну от первого брака Степану сейчас 15, и он очень похож на маму. Также занимается творчеством. Сама же она признается, в силу, опять же, преодоления воспитала не просто сына, настоящего друга. Определенно, точно про нее можно сказать. Все, что не происходит в жизни, происходит к лучшему. Сегодня Яна активно работает, снимает, в том числе знаменитых артистов. Наблюдает и за процессом съемки, с точки зрения операторского мастерства. На вопрос про отношения с коллегами, да и в целом с людьми, говорит, что главный принцип для нее всегда остается самым важным. Не наступать никому на горло, идти только своей дорогой, добиваться только своими силами, своим трудом и умением, талантом. Чем угодно, только не по головам людей. Успех, счастье, просто просыпаться каждый день, улыбаться и радоваться дню. И тогда все получится. Если у тебя хорошее настроение, ты счастлив, близкие твои счастливы. И чтобы не было никакой зависти к ближнему. Бывает же все равно, что просыпаешься в каком-то настроении. Бывает, конечно. Ну как ты с этим борешься? Или ты не борешься? Или просто... Я ложусь спать. Так, кажется, незамысловато, очень прямолинейно и с мечтами в душе живет она, Яна Булаш. Самые близкие рядом, а жизнь как фото, череда ярких кадров. И каждый она делает с душой. Сегодня Яна счастлива во втором браке. Муж Сергей не препятствует увлечению фотографией. Он меня принял такая, какая есть. И сейчас, в принципе, он меня принимает именно такой. То есть ему не нужны ни пафос, ни там какие-то лишние слова. И он уважает личное пространство. Говоря о характере героини, можно сказать, что Яна больше любит снимать, чем говорить. Поэтому рассказывать о себе ей, наверное, не так просто. В какой-то момент нашей беседы я вдруг поняла, что задавать вопрос, что такое счастье для этой женщины, я не буду. Да, она уже и ответила, что самое главное для нее – это сочетать семейную жизнь с личным пространством, работу не отделять от удовольствия и развиваться в творческом направлении. На самом деле, сегодня женщина – это гораздо больше, чем просто домохозяйка. И совсем она не отчаивается. Она продолжает любимое дело и делает его профессионально и с удовольствием. Именно здесь я запишу главные слагаемые успеха моих героинь. И постараюсь вывести из этого свою формулу счастья. Какой будет основной ингредиент? Пока не знаю, но обязательно расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok